итак ребят всем привет сегодня у меня очередной выпуск выпуск у меня сегодня в одиночку почему так сложилось потому что выехал я в гости на посев картошки картошку посадили силы остались и мы решили добить в конечном итоге свою силушку и выехать рядышком на коп где в прошлые года то есть два-три года назад здесь были просто шикарные находки к сожалению она уже выбито но далеко выезжать неохота как в предыдущих выпусках выезжали за 250 километров в одну сторону находки вы все в принципе видели были шурфы где по 100 с лишним монет были последний выпуск был где в принципе достойные старинные находки были елизавета анна ивановна в общем все цари мы там подымали а сегодня обычный рядовой коп выехали повторюсь на местечко где раньше у меня были достойные находки большие монеты самые древние находки какие у меня были на этом месте здесь была золотая орда так что думаю что не будет сегодня выпадет надеюсь на это потому что распоряжение у меня часа 23 может 4 и мы походим посмотрим выезжать переезжать никуда не будем нам это будет достаточно но все смотрим не переключаемся да ребят забыл вам сказать то что это видео будет посвящено именно новичкам кладоискателям которые хотят заняться этим видом хобби интересным которые еще не приобрели свой новый первый прибор так что видео будет непосредственно вам решать то есть вы наверное сейчас смотрите много видео как подымают клады большое количество монет я вам хочу сказать посмотрите это видео и задумайтесь стоит ли вам начинать вот такое принципе не дешевое хобби прибор минимального среднего размера стоит от 30 тысяч все что ниже уже знаете в песочницы поиграть так что это видео для вас и сегодня я наглядно постараюсь вам показать стоит ли заняться этим или нет находки буду снимать именно цветные сигналы очень будет много в принципе ржавчины хоть и деревне это старая как вы знаете здесь я подымал и золотую орду в свое время когда она еще не было популярным и не выбито но в основном сейчас все выбитые места то есть когда новичок начинает он сразу смотрит на карты старинные ориентируется на место если выезжает но к сожалению там уже лет пять как выбито так что смотрите здесь будет все наглядно вам показано снимать постараюсь практически все сигналы которые будут цветные хотя на камере очень мало время место осталось так что избрачно что более менее так интересно и в конце видео я вам покажу все что я накопал непосредственно пробки проволока нам проволоку не буду в общем смотрите думаю наглядно и понятно вам будет заняться вам или нет смотри итак ребят хожу возле дымовой ямы и первый сигнал вот такой вот сигнал номер один белый очень хорошо цветнины за 80 идем дальше итак ребята сигнал номер два но он принципе я считаю более-менее нормально выпало такая подкова ну да можно отнести к разряду древности можно использовать каких-нибудь поделках думаю как находка пойдет заберем итак ребят сигнал номер три рядом с нами находится вот поле его пашут но к сожалению а чисто я уже несколько раз его пытался выбивать но находок там вообще нет и зачастую часто попадается вот такие вот вещи это как термет сейчас тоже вот я уже ямку присыпал большая яма была выпала такая то опять от сельхоз звенел хорошо звонко громко но такое мы не собираем как чермет конечно кто собирает на бензин оправдывать кстати один из вариантов можно чермен с собой еще собирать и потом сдавать на металлолом это тоже как можно вариант но я такими делами занимаюсь продолжаем итак ребята сигнал номер четыре если не ошибаюсь вот такая вот штучка возможно это можно отнести к разряду древности может быть это поясок от ремешка женского как вариант потому что это цветной медь или же можно еще проще это возможно ремешок от детского сандалика но это медь продолжаем и так кручусь я возле вот таких вот кустов здесь дымовая яма здесь раньше меня были очень шикарные находки и я пытаюсь вызвать что-то интересное и выпал вот такой вот вроде незрачный металл но это кусочек у нас от бубенца возможно от конные упряжи возможно или же просто на скотину колку колокольчик все продолжаем итак ребята очередной сигнал хороший поводы и смотрите это у нас монетный сигнал но выкопал вот такую фиговина возможно это от колокольчика но сомневаюсь потому что здесь грань заводская и с другой стороны тоже заводская грань так что возможно это кусок какого-то переходника но это у нас латунь или же медь но все-таки латунь не кажется потому что я потерю и про свои просвет какой-то желтый вот так это сигнал номер шесть такой сигнал я заберу последнее время осталось собирать вот такие вот обломки дабы может быть свое время сдам на металлом так что смотрим дальше итак ребята очередной сигнал в этом камушке я уже вижу какой-то ну вот на тебе звенел очень хорошо отдавал снова цветной металл и за воды за 80 круглые большие предметы на приборе показывает очень хороший результат и приходится большие иногда предметы выкапывать в зависимости от того какой показывает диапазон воды вот такая штучка это я уже не помню какая 8 и здесь в принципе все такого характера ну ладно продолжаем продолжаем еще раз продолжаем а вы смотрите и мотайте на ус и так ребят хочу вам показать наглядно как я выкапываю что-то именно в земле какие я сигналы копаю воды как вы видите прыгает идеально вот такой сигнал обязательно надо копать хотя он и бывает иногда не особо интересный с тем что чермет именно так и извините неудобно будет мне снимать копать и проверять так что уж извините за наглядность но потихоньку полегоньку вот смотрите выкопал что-то и сигнал пропал это означает что то возможно здесь обычное железо все сигнал смотрите скачет работая в наушниках к сожалению вы звук не слышите но он отвратительный а в наушниках почему я хожу потому что ветер вы сами наверное уже поняли что ветер очень шум стоит микрофоне и рекомендую ходить в такую ветреную погоду именно в наушниках очень хорошо слышно отчетливо многие сигналы которые обычному уху не по плечу так что продолжают очередной сигнал поводы и видите скачет но я такие сигналы все равно копают так как а здесь в принципе место выбито возможно сигналы нужно копать такие потому что еще раз повторюсь место выбито приходится ковырять здесь все сигналы и сейчас вместе с вами посмотрим что здесь у нас сигнал как вы видите хороший принципе возможно что-то и цветное сейчас посмотрим вот здесь вот у нас папа смотрите вот на смотрите какое-то колечко может быть это конина а может быть а нет это монета ребята монета так что за монета о ничосе прямом эфире ребят новички смотрите так что и вот такое тоже бывает это у нас монета довольно таки старая это у нас деньга год проглядывается 37 1737 года год управления анна ивановны вот такие вот находки можно как вы видели изначально сигнал был то отвратительный вот но я все же решился копануть его и результат вам на лицо вот такая монетка зачетная зачетная находка вот так ладно ладно продолжаем показывать как бы не урок но наглядная агитация что кладоискательство это не просто легко найти клад какую-то монетку но приходится много потрудиться чтобы что-то найти более-менее такого интересного вот из всего сколько я сделал наверное только на камеру заснял 10 находок а на самом деле я уже выкопал штук 30 и всякое такое знаете говно ну ладно продолжаем итак ребята находка и снова эта монета и монета у нас не простая а золотая то есть золото партии 1 копеечка тридцать третьего года герб старый сейчас кстати монета в принципе не не довольно таки часто 33 год сейчас посмотрю в каталоге вместе с вами что она у нас стоит может одна из приятных находок будет сегодня смотрим не приключаемся а монета ребята ничего из себя стоящего не представляет ценовая категория всего-навсего 200 200 рублей ладно продолжаем итак ребята начинающие комрады и опытные кто смотрит вот такие вот ямы не оставляйте с тобой иначе увижу руки с ногами поломая это что только что шоу адам пятился провалился в одну из этих ям чуть ног и сломал извините меня за выражение постараюсь я мат запихи убрать я чуть ногу не сломал а тот ходит скотина вон животные всякие и местное население ругается я просто знаю что уже здесь гоняли местные наших товарищей камрадов вот именно из-за этих ям и вот эти ямы повсюду слов нету одни слюни так что мотайте на ус начинающий комрады засыпайте с собой ямки или же хотя присыпайте чтобы не было вот таких вот котлован ну ладно немножко отступил мы просто иногда зашкаливать эмоции когда увидишь такие ямы все смотрим не так ребята долгожданная монетка ходила где-то примерно час сшибал всякую ржавчину пробки муть всякая и наконец-то спустя где-то час выпала монета 10 копеек 36 года такая вот зачетная но смотрите какие-то зубцы на ней думал в тридцать первом они исчезли эти зубцы но нет смотрите в тридцать восьмом тоже 36 ладно ходим мы вот под такой березовой рощи красота птички чирикует кругом кабаны на шурфили кругом куда ни глянь вся земля перевернута как будто распахали но нет это кабаны у нас резвятся ладно продолжаем находки будут вы об этом еще узнаете осталось сам гулять примерно около часа может чуть поменьше и будем собираться делать полный обзор того к чему я сегодня вас веду что кладоискательство это не все так легко и все просто ну все продолжаем итак ребят иду я уже к машине уже сейчас будут закругляться здесь вот так вот на реле кабанчики думаю дай пройду прозвоню как-никак на сантиметров 10 они целину подняли может быть что-то оголилась и катушки попроще будет искать и знаете буквально практически визуально правда сначала катушка увидала сигнал и была монетка вот на монетка лежит маленького размера был гербом мы уже видим что это советик а советик какой ранний переворачиваем смотрим так это у нас щитовичок 10 копеек тридцать третьего года жаль что не тридцать четвертого вот такая монета ну все иду я уже к машинке своей осталось совсем чуть-чуть так что будем заканчивать но смотрим оконцовку и результат нашего совместного копа по находкам у меня получилось сегодня не особо но в принципе видео делается им именно новичкам которым нужно показать на самом деле истину копа все прелести копа что приходится копать очень много всякого говна изменить у меня за выражение ну вот эти вот вещи я с собой взял потому что они из цветного металла решил с недавних пор собирать цвет мед набралось мне уже достаточно это все у нас медь и я все-таки начал собирать вот такие вещи которые достаточно такие весомые по размеру ну а по находкам вот такая вот у меня подкова думаю на счастье по монетам единственное что мне порадовало это вот такая деньга 1737 года подняла чисто случайно сигнал был отвратительный но решил просто для показухи вам показать что приходится копать всякая фигню но выпала такая вот монета так что копайте все четкие сигналы пусть они даже прыгают поводы так следующее это 10 копеек счетовичок ничего особенного 33 года сохран хороший и 10 копеек рамочник 36 года и последняя здесь одна копеечка 33 год тоже сохранщик просто классный ну и все сейчас с вами попрощаюсь и на этом все итак ребят на этом я закончил свой видеокоп все вы видели все я вам показал так что мотайте повторюсь на ус новички нужно брать прибор или нет или же просто смотреть наблюдать как копает другие копала сегодня с хорошим прибором я считаю что у меня прибор достаточно дорогой больше 30 тысяч и плюс катушка двадцатка то есть 50 тысяч это удовольствие в принципе не каждый себе может позволить и ходил я побитыми то местам и с хорошим прибором если человек пойдет новичок с простеньким прибором аська или что-то в этом роде вот он такие находки не сделают почему потому что они видят гораздо ближе к поверхности вот плюс новичок он не понимает что копать где копать так что будьте готовы к тому что первое время если все таки вы заинтересовались и горите найти какой-нибудь клад так что будьте готовы копать очень придется много иногда домой возвращаешься гудят ноги спина и все остальное очень тяжелое хобби но иногда она радует довольно таки приятно то есть меня тоже несколько раз радового подымал я несколько кладов вот ну я немножко кое-что прикреплю к видео так что вот так вот ну на этом и все всем пока удачи на копе и хороших сигналов тем более новичкам пока